Большой спорт это удел избранных. Не спорт занимал самое главное место в моей спортивной молодости. Чемпионами становятся только единицы. Особыми данными такими для большого спорта я не обладал. Хотел побеждать девочки. Просто работать у нас неинтересно. Тренер, а я на тренировке есть или нет? Была сегодня, там вы меня не заметили, ничего не сказали. Выграют они? Хорошо, не выграют там. Ну что делать? Это уже начинает приносить такое истинное удовольствие. Оптимизмом смотрю в будущее. Есть кому грести, есть кому завоевать медали. Знакомьтесь, Геннадий Галицкий. Он работает в Беларуси с национальной женской командой «Погребли на Байдарках». В компетенции тренера сомневаться не приходится. Его подопечные постоянно поднимаются на самые престижные пьедесталы. Вот уже 34 года, как Геннадий Галицкий работает тренером. За все это время у него даже не возникало сомнений, что он выбрал не ту профессию. До армии он успел поработать учителем, преподавал черчение, труды и физику. С 1986 года после службы в армии начал работать детским тренером. Однажды он приехал к своему другу на тренировку, и тот прокатил Геннадия Николаевича на катере. А еще рассказал о своей деятельности. Тогда-то будущий тренер-чемпионок понял – это та самая работа, которая ему нужна. После Олимпиады в Афинах Владимир Шантарович пригласил его работать вместе с ним. А рядом со мной работали мэтры нашей белорусской и советской школы гребли – это Шантарович, Банько, Ведехин. Вот в общении с ними я черпал, скажем так, новые знания, познавал движения правильные на воде. А затем уже с развитием интернета, скажем, вот сейчас уже это настолько, столько много информации и много интересного. Самое главное, да, тренер должен работать как синтезатор вот этих мыслей. Ты должен найти, отфильтровать, что тебе надо, подумать, как это поможет твоим спортсменам двигаться дальше. И вот здесь уже справиться с этим потоком информации, выбрать нужное направление и посмотреть, как это направление работает. Вот здесь уже основная задача тренера на нынешнем этапе. Сначала Геннадий Гальцкий отвечал за юниорское звено национальной команды. В 2009 году к нему пришла работать будущая олимпийская чемпионка Марина Литвинчук. Начала сотрудничать Татьяна Федорович, которая позже стала бронзовым призером чемпионата мира. С этих двух спортсменок и началась карьера женского тренера по гребле на байдарках. Вот уже 10 лет Геннадий Гальцкий входит в состав постоянного тренерского штаба. Вспоминает, когда только приступил к обязанностям, женская гребля отставала. Редкими победами радовала болельщиков Марина Литвинчук на юниорских стартах. Считаю, что я так был тогда молодой тренер и полный задор в 2010 году, когда взялся за женское звено. И спортсменки у меня были точно такие, не с баллонными победами, практически не было этих побед. И поэтому и спортсменки жаждали этих побед, и я как тренер тоже хотел побеждать. У нас было столько оптимизма, столько веры в то, что мы сможем. Я думаю, что все это нам помогло сделать тот огромный объем работы и выйти на очень высокий уровень, на котором мы до сих пор, до сегодняшнего дня и удерживаемся. Геннадий Гальцкий вздыхает. Голод на медали есть и сейчас. Правда, теперь девочками и их тренеру хочется золотых наград в командных дисциплинах. Продвижение есть. В прошлом году Марина Литвинчук и Оля Худенко в двойке на олимпийской дистанции 500 метров стали чемпионками мира. Таким же составом они выиграли и неолимпийскую дистанцию 200 метров. В шаге от пьедестала остановилась и четверка. Хотя Геннадий Николаевич уверен, это весомый результат. Есть у меня четверка, которая серьезно готовится. И состав этой четверки, и двойка очень хорошая, и одиночка будет. Или Марина, или Оля, или двоем будут выступать в Токио. И они будут сражаться, и я не сомневаюсь за самые высокие места на этой олимпиаде. Но кроме этого, мне очень интересно это молодежное звено, которое рядом с нами работает. Мне как тренеру интересно работать с Максимом Петровым. С прошлого года мы начали сотрудничать с ними. Я вижу, как парень раскрывается. Буквально с каждой тренировкой становится лучше и лучше. Я думаю, что его гребли и его высшие результаты еще впереди. Галицкий ставит перед собой много задач. Но его мечта – олимпийское золото, которое завоюют его подопечные. Чтобы она осуществилась, приходится много работать. Часть этой работы – консультации с зарубежными друзьями-тренерами. Иностранцы отмечают, у них другой подход к выступлениям. Выиграют они хорошо, не выиграют. Ну, что делать? Работая дальше, у них это идет как хобби. А у нас вот как-то спорту придается очень важное, большое значение в стране. И сами спортсмены понимают, что от этого, от их выступлений зависит их дальнейшая жизнь, благосостояние их, их семей. На собраниях, твержу об этом, девочки, просто работать у нас неинтересно. Это никому не надо. Самое главное – это результат нашей работы. И этот результат у нас есть в последние годы, что, несомненно, радует. В спортивном обществе есть мнение – хорошие тренеры получаются из тех спортсменов, которые не до конца реализовали свои амбиции. Геннадий Галецкий отвечает – это о нем. Будучи действующим грибцом, он достиг звания мастера спорта, получил титул чемпиона Беларуси, но дальше не развился. С особыми данными такими для большого спорта я не обладал, поэтому я понимал свой уровень. Но, может быть, кроме этого, плюс в том еще, что я параллельно, мне и музыка была интересна, там и литература, я столько всего интересного мне было. То есть не спорт занимал самое главное место в моей спортивной молодости, скажем так. Поэтому вот, когда я уже пришел работать на тренерскую работу, мне было интересно всегда что-то новое. Я пообщался тогда с главным тренером Владимиром Владимировичем Шантаровичем. Я говорю, подскажите, чтобы я там не топтался на месте, сам не ходил в этом темном лесу. Правильное направление. И потом из этих направлений, стратегии работы, я начал уже потихоньку уделять свою линию. Со временем Галецкий понял – движется в верном направлении. Тренер олимпийской четверки начал жить работой. Ему хотелось больших достижений. Началось все с того, что медаль завоевывала одна четверка. Геннадий Николаевич решил – побеждать должны и остальные экипажи. Очень много радости было тоже, когда и Оля Худенко выиграла в первый чемпионат мира в одиночке. И двойка, когда в прошлом году феерическое просто выступление и на европейских играх, и на чемпионате мира. Вот это уже начинает приносить такое истинное удовольствие мне как тренеру. Единственное, что нюанс есть в таком, что уже когда двойка становится на старт, и ты от нее ждешь только победы, вот это для тренера уже самое главное. То есть любое другое место уже будет восприниматься как неудача. И когда они выигрывают, ты просто как тренер выдыхаешь. Хух, да. Они все сделали как надо. Сейчас Геннадий Галицкий знает способности своих подопечных на все 100. Они могут побеждать. Кстати, зависти к реализованным амбициям своих подопечных Геннадий Галицкий вовсе не испытывает. Он рад, что у него сохранились хорошие воспоминания о спорте, друзьях и атмосфере, в которой они работали. С друзьями, когда встречаемся, вспоминаем, это очень, конечно, здорово. Ну, а большой спорт – это удел избранных. Скажем так, как вчера мне понравилось, там было сравнение, приведено, что на скрипке можно научить любого, но сыграть потом шторм или что-то еще более серьезное – это дано. Это удел избранных. Так и большой спорт. Занимается много людей этим спортом, но вот чемпионами становятся только единицы. В мире гребли есть практика, когда тренеры во время заплывов едут параллельно на велосипеде вдоль дистанции, пытаясь докричаться до спортсменок и дать им совет. Долгое время так поступал и Геннадий Галицкий. Сейчас же стратегию в этом плане изменил. На своих подопечных смотрит в трибун. Когда на старте стоят, и эта тишина предстартовая, девять лодок, особенно четверки, это очень красиво, когда все срываются с места, и все это настолько, вот столько волнительно, эмоций много забирает, конечно. В своей работе Геннадий Галицкий берет пример с тренерского штаба погребли на байдаргах из Венгрии. Его состав постоянно меняется, а вот результат – постоянный, высокий. Я очень люблю общаться с тренерами, и даже порой у не слишком, скажем так, известного или именитого тренера там проскакивают интересные мысли, которые я тут же беру на заметку. Рядом со мной всегда тетрадь, ручка в катере или где-то на тренировке пришла мысль. Да, подумал, интересно, надо попробовать. Записал, попробовал, посмотрел. Сегодня спортсменки Геннадия Галицкого могут тренироваться и сами. У них движения стабилизированы, сформирована своя техника. Но от любимого тренера они не на шаг. Когда они видят, что я с какой-то юниоркой, или из молодежи, деля им больше времени, у них начинается такая спортивная хорошая ревность. Например, тренер, а я на тренировке есть или нет? Была сегодня, там вы меня не заметили и ничего не сказали. Хотя я понимаю, что даже от моего слова там вряд ли что-то изменится в ее движении техниках. Но оказать внимание спортсменке, да, необходимо. Пока спортсменки проявляют спортивную ревность, в семье Геннадия Галицкого все спокойно. Супруга поддерживает его во всем. Тренер чемпионок вспоминает, трудности возникали, когда дети были помладше. Сейчас они выросли и живут своей жизнью. Я когда дома, да, стараюсь больше внимания им уделять. Сейчас это все более спокойно, скажем, а раньше, да, лет 15 назад, конечно, это очень остро чувствовалось. Все это постоянное, жизнь на колесах, скажем так, она давалась гораздо труднее. Сейчас уже с возрастом, наверное, все это, когда в жизни более-менее все размерено, улажено, сейчас это несколько проще. Хотя, конечно, без тоски по дому, без того, что там, я знаю, у меня самые верные, преданные болельщики, начиная от моей мамы, супруги и подруги, их все там домой приезжают. Да, ты знаешь, мы смотрели, болели за тебя, молодец. Девочки твои, конечно, это приятно всегда возвращаться домой. Когда Геннадий Николаевич приезжает домой, тренировки не прекращаются. Они проходят на грибной базе в Мозыре. На них он берет и внука, приобщает его к спорту. Дома так, такой легкая, отдушина, скажем так, когда можно психологически отдохнуть. Ну, вообще, да, на сборах это, конечно, больше желание именно поработать уединенно, чтобы никто не мешал сосредоточиться на работе, потому что все последние 10 лет жизни, наверное, только и живешь работой, результатом. И очень хочется, я всегда говорю своим спортсменкам, давайте работать так, чтобы потом, стоя на пьедестале, нам было приятно вспомнить, что мы не зря сделали этот огромный объем работы. Точку своей карьеры Геннадий Гальцкий ставить пока не собирается. За 34 года в тренерской должности он не успел до конца реализовать все свои идеи. Ему постоянно интересно внедрять что-то новое и заинтересовывать даже опытных спортсменок. Ты должен что-то изобрести, придумать задание, такое задание, чтобы твои спортсменки удивились, подумали, да, надо попробовать это сделать. Очень плохо, когда спортсмена затягивает рутина, когда тренер только начинает говорить задание, он говорит, да, я уже там дальше все знаю, да, мы вчера там это все делали. Поэтому надо что-то искать новое, заставлять спортсмена развиваться. То есть тренировать просто легко, а вот именно развивать спортсмена, вот это гораздо труднее. В этом и есть задача тренера. Не тренировать, а развивать. Сейчас у гребцов зимний график работы. В центре внимания атлетическая подготовка. Затем сборная улетит в Турцию, чтобы продолжить тренировки на воде. Об Олимпиаде команда сейчас не думает. Их цель – приехать в Токио на пике формы и показать все, на что они способны. Пока никаких таких нет у нас, таких ожиданий. Все, работаем, хорошая рабочая обстановка. Ну а молодежный состав, да, мне импонирует то, что молодежь у нас именно в одиночках показывает результаты, то есть достойные победы Вероники Леонюк на чемпионате юниоров, чемпионате мира среди юниоров, чемпионате Европы, победа Инны Савчук на молодежном чемпионате Европы. То есть девочки подрастают очень талантливые. Девочки из основной команды себя не исчерпали даже этой Олимпиадой, которая вот сейчас нам предстоит. Ну и 24-й год, скажем так, это далекое будущее, которое очень быстро наступает. Там тоже с оптимизмом смотрю в будущее. Есть кому грести, есть кому завоевывать медали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА